ПОГНАЛИ! Орёт всё! Здравствуйте! Хай-ухай! С вами я! Меня Ром постоянно за это тебёт! Я они! Какой, блядь, Иван Гай? Чё ты несёшь? Здрасте, друзья! Вы на канале Disgusting Man! Катя! Пётр! Все! Нинтендо... Оно! Лабо! Лабо! Мы так и не выяснили. Значит, ну понятно, что лейба, но, значит, лабо это наше, потому что ну как иначе? Вообще-то лабо, официально. Но от слова лаборатория или как? Да, ну как бы от слова лейбор там, типа, тоже. Лейбл. А лабо понятно, от какого слова, поэтому... Будем называть так. Что мы сегодня делаем? Лабо. Открываю чат, дико вообще, здрасте, пианино готово, сначала будете собирать. Конечно. Кто, кто вообще на готовое пианино приходит в нашу студию? Никто! Это как прийти на концерт без саундчека. Разворачиваю. Мне кажется, я и на этом уже уровень сломаюсь. Медиатор, а я его искал. Брошу его, например, в складке нашего гиг-стола, вот так вот спрятал. В тыкину. В тыкину. У-у-у! Holy smokes! Что же там у нас внутри? Это что? Ладно, пока что. Это тоже? Это... Да. Значит, смотри, я тебе покажу простую штуку. Значит, в... Во что мы тут последнее играли? Не надо, пожалуйста, ничего обновлять! Сейчас! Самое время. Да. Через час на музыку приходите. Я думаю, часа через три, как минимум. Значит, мы запускаем Nintendo Labo. Мы уже об этом писали. Тебе просто расскажу и тем, кто недавно присоединился. У-у-у! Значит, сначала у нас есть три пункта меню. Смотрите, видите? Видите, видите, вот это, видите? Смотрите, у нас вот здесь вот есть маленький экранчик внизу. Make, play, discover. Си-пало. Вот так про Nintendo. Play, это когда ты уже собрал и надо тебе поиграть. Это вот следующий пункт. У нас собрана мотоциклетная руля и удочка, и гоботы. Вот эти вот. Что тебе можно сделать? Все другого. Их можно раскрасить. Прям вот так вот, видишь? О, и сколько за это Nintendo берет? За раскрасочку? Да. Не знаю, сколько за Nintendo. За раскрасочку. А вот это вообще стоит что-то вроде 5 рублей. Но, блин, сейчас ты начнешь собирать, ты поймешь, что это просто... Это практически бесплатно. То есть каждый рубль отбит. Почти бесплатно, да. Вот. Нас интересует меню Make. Мойк. И делать мы будем пиано. Пиано. Еее. Еее. Все. Рейтикит. Тойкон пиано. Прекрасно. Ставим эту херобору. Открываем коробочку. Коробору. Тойкон пиано. Ребят, приходите часов через пять. Да. Приходите вообще. Да, приходите вообще. Не приходите вообще. Не что. Смотрите. Хочу еще понять как вот это вот. Мы сегодня немножко переставили камеры. и... Да, короче. Вот, все, видишь, все понятно. Все То есть мы должны были все это уже запомнить Да Здесь можно делать так Короче Шесть этапов Это нужно Это нужно Это нужно Я не уверен, что здесь есть все, что нам понадобится Но по-моему ничего лишнего Просто из этого же пакета еще доставались Некоторые части для удочки Вот еще резиночка Отлично, давай резиночку сюда Сложу ее в пакете Знаешь, как бабушка в пульте От видеомейтофона держала Пульт от видеомейтофона всегда держала в пакетике Да, твоя любимая Причем протирать удобно, кстати Конечно Листы А и Б сидели на трубе Они именованы В углу Вот, давай, доставай Видишь то, что подсвечено Вот это тебе не нужно вытянуть А это А Давай Я из А достаю, ты доставай из Б Ты в каком классе училась? В А или в Б? В Е, знаешь, в классе коррекции И не училась, а преподавала Так, вот эта херня мне нужна А тебе нужна большая херня У тебя есть большая херня на моторизонте? Шикс А и Б Слушай, нет, подожди Это не тот, что нам нужно Это от домика Это от домика Видишь, здесь домик нарисован Вот А нам нужно от пиани Вот Это уже похоже на правду А и Б Вот А, да А вот это Б Это давай сюда На Пожалуйста О Принимайте Четко Сделать основную камеру под меньшим углом Катина глаза отвлекает Э, специально Специально Лучше бы ты в армию пошел Действительно Так Что у меня за лист А А А, да О Ясенько Я его просто достаю Не ломаю Достань, пожалуйста Просто Боже мой Не переживай Четырехлетний ребенок вытаскивал Я тоже думал, что все разорвет Нахер Но нет Смело вытащил И Собрали удочку Все было В целости и сохранности Погнали Чтоб просто все понимали Как это выглядит Вот так вот Это выглядит К сожалению Все это не очень совместимо С традиционными стримами Потому что Нельзя подключить Как бы Стрим требует чего HDMI Вот это все Это все у Свитча В Док станции Подключить Свитч к док станции И стримить таким образом А потом еще и на пианино Играть невозможно Поэтому Короче Такое вот это Дедовские методы Все Ты может вернешь нам? Да Конечно Вернешь нам Вот найдено Let's put the ex in sex Все Ты вот это выдавила? Да Выдавливаем Еще выдавливаем Это уже C и D Я так понимаю Я так понимаю Что это Частично пригодится Для студии Звукозаписи Охренеть Вот это да То есть можно стать музыкантом Не заканчивая Никакие учреждения выше А просто купив себе Нинтендо Лаба Ну Я сделал это до Появления Нинтендо Лаба Поэтому Я вообще не знаю Зачем ты какие-то заведения Высшие Заканчивая По музыке Вообще не понимаю Три музыкальных заведения Три Великий Человек Вау Три музыкальных Скажи пожалуйста Об этом Почему мы вообще Позвали Катю Потому что Катя Закончила Три Три Музыкальных Выше Сначала Это была музыкальная школа Я думаю Как у всех Семь классов Не пять Я закончила У меня настоящее образование На продленке То есть Еще Второй год Отстал Два раза Да Вот Потом Было Оперное Образование Оперное Образование Оперное Опера Щит Кольч искусств Это был То есть Ты умеешь Например Делать Ну я могу Например Спеть Жопа Вот так вот Нормально Да Неплохо Неплохо Меня научили Так Отсюда я все достала Что надо Да Давай еще Вот эту Паретку Это уже все Помойка Нет Нет Там есть еще Детали Хорошо Складываем 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 Привет Вилла Спасибо за подписон Без понятия Не Правда Ладно Запахло Ладно Ты думаешь Я настолько боюсь Собирать Нинтендо Лову Может ты настолько комфортно себя чувствуешь У нас Что расслабляешься Сразу же Ладно Не будем Итак Музыкальная школа 7 классов После жопы Я закончила Институт В общем жопы Ну потому что Жопа Складываем Хорошо После жопы После жопы Ну это реально Была жопа Смотри Здесь надо еще Почистить Это точно У них есть Артефакты Такие маленькие А то вдруг Мы Это лишнее Нет Лишнего Ты ничего Не делаешь Поверь То есть Можно выдавливать Из них Выдавливай Ты умеешь Выдавливать Ну Смотря что Я скорее Выбивать умею Выбивать Хорошо Так Это дерьмо Мы Выбиваем Это круто А у тебя Какое было Музыкальное образование Никакого Но ты же музыкант Ну и что Ну вот так Просто Купил себе Лабу Хуниц Кус Кус Смотрела фильм It Might Get Loud Осторожно будет громко Он называется в оригинале Там Значит Снимаются Снимаются Такие знаменитые Актеры Как Джимми Пейдж Эдж Джек Уайт О Первое Знакомое имя Джимми Пейдж Ты что Это же Гитарист Лед Зеппель Вообще Что же Совсем С ума Сошла Старая Ты меня Спроси Какое имя У Гайдена Я тебе не отвечу А ты мне Такие сложные Вопросы Сдаешь Нормально Виссарионович Гайден Гайден Великий Между прочим Художник Ты знаешь Импрессионист Да Первое В своем роде Так Я Нет Выдавила Все Все выдавила Да Здорово Тогда Смотри Пальчиком Чуть-чуть Нажать А можно Так Не забывай Ты не можешь Убить Бег И Бег Бонус Чек Все Что После Жоп Дальше Что Было Гнесинка Какая Смотри Назад Назад Я что Пустил Значит Вот Эту Конитель Это Она Бери Следи За Руками Раз Положила И Вот Обрати Внимание Что Здесь На Все На Этом Есть Сейчас Я Сюда Покажу Для Тех Кто Первый Раз Видит Stream Labo Здесь Есть Такие Линии Например Вот Такие Вдавленные Некоторые Вещи Надо Выдавливать А некоторые Выдавливать И По Ним Надо Просто Все Сгибать Это Линии Сгиба Fold Итак После Семи Классов Каторги Сраной Семи Классов Каторги Потом Четырех Лет Каторги На Оперном Образовании Я поступила Не поверишь Мне В Оперный Институт Заживание То есть Вещи Это Какая Из них Четыре 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 Так я Сгибаю Или не Сгибаю 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 Все Сгибаю Вот так Раз Уверенно Сгибаю Вот так Сгибаю Видишь Все Сгибаешь Давай отсюда уберем коробку, я думаю, что мы сможем из них подключить, а твое хозяйство, вот это все, подвинем, Павлю, вот, пацаны, видишь, у тебя вот здесь вот, видишь, вот так, чтобы зрителям было видно, вот, это вот идеально, ну, нет, я имею ввиду, что вот здесь вот, да, сгибает, ладно, это какая-то херня неудобная, мне кажется, для тебя, короче, невозможно сделать удобно, потому что, когда у нас камера смотрела тупо на стол, мы тоже с Сашей, у нас был этот стрим по изготовлению Кратоса, и мы тоже сидим такие в краю, все огромное пространство, заваленное клеем, гипсом, херней какой-то, волосами искусственными, в комментариях пишут, нихера не видно, мы такие, ладно. И что, как удобно было? Собрали хотя бы? Собрали, конечно. Искусственные волосы-то туда куда-то делали? И туда приделали тоже. Ну смотри. Короче, Кратос прям настоящий такой мужик. Да, мужик, я тебе покажу, я тебя не видел? Нет, давай. Уже все согнуто. Чего еще согнуть? Всем привет, как там, Витя, живой? О-о-о-о. Раньше времени, да. Да, я на самом деле ничего не вижу. Я ничего не вижу. Короче, вот это Кратос, которую я собрал. Из, например, ну, из многого, из разного. Классных? У него так... Сука. Петя, ты какой класс заканчиваешь? Коррекционный, которым ты преподавал. Блин, ну да ладно. Да. Ох ты, а это искусственные ресницы. Да, это искусственные ресницы. А лицо, значит, есть специальная формочка для полимерной глины. Видим лица детского. Да, я вижу. Потом такой немножко... У него такой немножко лицо. Не до разницы такой. Макс Хас такой у нас получился, а не Кратос. Вот. А это Кратос, которого сделал Саша. Вот, он поступил более читерски. Он разукрашивал. Просто взял матрешку. На, автограф оставь. Этого Кратоса мы, на самом деле, разыграли уже. И его надо передать победителю, который живет в Москве. Вот, вот здесь свободное местечко. Мы на нем собираем автограф всех, так сказать, резидентов. И резидентов. И резидент. Готово. Поздравляю выигравшего человека. Да, этих поставим, ребят. Сюда как раз, чтобы они место занимали. С лицом младенца. С лица воды не пить. Это просто восхитительно. Так, сейчас нихера не будет видно. Хорошо. Так, все, ты сгибалась? Да, понасгибалась. Понасгибавшая. Все, все, нужно так просто. Все согнуло. И оно у тебя, да, раз. Чувствуешь? Нет, нет, нет. Это слишком сложно, подожди. Назад, давай. То есть оно у тебя должно сложиться в итоге в такой... Сокет для джой-кона. Вот, поэтому... На каком этапе ты осталась? Еще назад. Так, стоп. Так, мне кажется, ты в самом начале. Сложил. Да, давай. А, это в другую сторону надо было сгибать говно. О-о-о-о. Да ладно. Нормально. Напортачила, что ли? Нормально. Ну и что, оперная эта самая, да? Ты прям пела в опере? Сейчас, подожди, мне очень сложно думать. Понимаю. Вот так вот. Да? Вот так вот. Вот так вот. Да, да, да. И теперь вот это вот... Оп, на бочок ее поставила. Втыкая, наверное. Наверное, да. Раз. Да, втыкаю. Шлеп. Факин щит. Первый человек, который просто поломал Нинтендо-лаблон. Сейчас мы узнаем, что делать, если детали порваны или не знаю. Настаем волшебный скотч. Да. Дальше. Пожалуйста. Хоп. Хац. Шлеп. Хоба. Знаешь, такого кота, который такой хоба с задней лавы? Нет, не знаю такого кота. Смотри. Я не сломаю. Но я знаю тебя. Я сделала натянника. Букер, ты знаешь кота? Нет, но я знаю тебя. Все, смотри, класс. Молодец, аплодисменты. Так, а теперь вот из этого дерьма. Из этого дерьма тоже надо насгибать, например, дико. Сейчас мы дико насгибаем. Короче. И что, и что, и что рассказывает? Сгибать-то. Теперь ты знаешь, как это сгибается. Да и все. Все, я просто перематываю. Оба. Видало, смотри. Раз, раз, раз. Это хардбас. И теперь то, что ты сделала, например, дико входит в этот нефритовый стержень страсти. Хоть он у тебя получился немножко, вот, неуверенный, неопределившийся. Я боюсь спорта. Понимаю, а ты не бойся спорта. Катя, одну задачу. Обзорщик. У меня есть, кстати, подруга, которая умеет либо жевать, либо говорить. Я вот поняла, что я ничего от нее не отвечаю. Это, кстати, очень здорово, потому что у меня есть подруга, ты ее знаешь, которая умеет одновременно жевать и говорить и всегда пользуется этим умением. Всегда. Хочется здесь анекдот про это. Я анекдоты рассказываю, знаешь. Свет включаешь, а там глаз в стакане. Ты не знаешь этот анекдот? Нет. Ну ладно. Я знаю, только потрахни меня в орбиту землянина. Такие два нерассказанных анекдота про стеклянные глаза повисли в воздухе. Ну давай сначала ты потом. Не, я не буду этот анекдот рассказывать. Я тебе потом расскажу. Ну да. И он не смешной. Ну то есть он смешной, когда ты не знаешь на практике, что это такое. Такой хы-хы-хы. Там мне 9 лет. Вот смотри, два колечка. Два кольца, два конца. Кольцо. И посередине гвоздик. Это нормальный. Хорошо, хорошо. Смотри, смотри. Синхронная плавня. Рыть! Давай. Одновременно. Раз, знаешь, как в фильмах сейф открываем на счет три. Раз. Согнули, да? Три. Ушки. Ушки эти идут. О, вот сюда чпок. Смотри, вот так. В боках, да? Да, вот так вот. Хац. Какой мерзкий звук. Давай, да. Это не мерзкий звук. Ставила. Ты про оперу расскажешь сегодня или нет? Ну, короче, я поступила в оперный институт, а проучилась год. Это где? Ипполитова Иванова. Институт последний. В Москве? Да. Оферный институт. Да. Поступила. На бесплатное место, между прочим. Вот. И что, и бросила все в черты матери. И пошла учиться на эстраду дразовую. Правильно. След за мечтой. Все, закончила. Вот работа тут по профессии. Собираю нитендаллапа. Ну, это неплохо. Могло быть хуже. Ой. Это во что мы вставили эту хрень? Это, знаешь что, это вот сюда мы потом будем вставлять вот этот, если быть совсем точным, вот этот джойкон. Нет, это понятно, он просто показал, вот это надо во что-то вставить. Нет? Нет, 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 нет. Просто сидим. Да, вот смотри, теперь вот эту штуку надо согнуть. Вот эту, да. Загибаем. Загибаем. Давай. Я даже в том же ритме пытаюсь успеть. Гнул картон по профессии. Все, ты собрала? Ну, короче, здесь просто все язычки надо загнуть и все. И вот этот тоже язычок надо. Загибаем, язычок, загибаем, Евзокимова. Загнула. Давайте. Поставьте мне зачет, отпустите. Хотя бы на троечку загни для начала. Все, это я все загнул за вас. Уже. Опа, смотри, а теперь. Сюда? Да. Слушай, я себя чувствую прям специалистом по робототехнике, практически. Так и есть. Вставила. Так, какого хера надо делать? А-а-а, подожди, вот она. Вот она приехала. Да? Угу. Похоже на то. А, нет. У меня это звуки тут вообще. Чпоп. Вот так вот. Так, да. Маленькая в эту сторону. Опа. А могла бы пить в какой-нибудь джазовой группе. Да. Например, там, кофе-тайм-бэнд какой-нибудь прославленный. Оперная робототехника. А что они вообще в итоге должны загнуть? Мы рояль делаем. Рояль, да. Все серьезно, очень. Ну, понятно, здесь до некоторых вещей просто сам доходишь. Е-е-е, вот ты и рояль. Видишь, сюда может теперь котика там поселить или что-то еще. Давай, мы пока подвинем сюда. Что мы с этим делаем? Я не очень вижу. Это пока тень только делаем. Вот так, клади. Не-не, у тебя все правильно лежало? Нет, да. Да. Фига. Эх! Эх! Делай на скорость. Готово. Смотри, тут спрашивают. Талия, это Катя, которая из животной в студии. И если да, то почему ты делаешь вид, что другой человек? А кого вы себе представляете? А как, как, а в смысле? Я не могу не понять... Шмышли! Шмышли вопрос, пойми, сни мне! Повторите, пожалуйста, вопрос. Соберите группу, играющих на инструментах злобой. Для этого надо будет... По-моему, рояля. Как минимум, четыре свеча. Не, можно и четыре рояля. Потому что там ты увидишь, там несколько пресетов. Просто рояль, кошачий рояль. Лягушный. Да, да, да. Ты тут смеешься, а смех-то херовый. Только что пришел донейшн. Донейшн пришел? Да, сэр. Он на экране показался, да? Показался. А, то мне показалось, что не показался. Барматограф. Привет! Может, вы или чат поможете, или чат определиться. Дело в том, что выбираю Hi-Res Player. Так, я отрубаюсь. Катя, через АПТХ, передача КРС по Bluetooth, реальное дерьмо, как считаешь? Плеер, как ЦАП с компом, да, с качеством тех же дерьмо? Почему вы задаете это? Спасибо вам большое за донат. Но реально. Я отвечу, наверное, как настоящий политик. Музыкальный оперный гнулщик. Это вполне вероятно. Если приложить некоторые усилия. Что сделали? Ну, если приложить некоторые усилия, все возможно. Даже с 5-м потолки. Я гнула. И согнула, да? Я твою Nintendo гнула. Оп. А ты вот так сделала? Ты видела? Нет, это вообще не очевидно. Смотри. Вот так вот, понимаешь? Да. Вот это высший пилотаж, конечно. Да, я тебе говорю. Мне кажется, вот эта камера нам просто не нужна. Что-то не то. Или нет? Нет, что-то то. Мне кажется, не нужна. Смотри, как замечательно. Так даже выше. Ну, давай тогда. Так, вот я сделала этого самого истребителя из Звездных войн. Вот этот, значит, я пропустила, вот этот сбор. Потому что ты, пожалуйста, ничего не пропускай. Ягодный сбор. Бег. Бег. Нашла? Нет, у меня не получается даже. Группа триловой, как ты поет? Перемотать! Потому что надо вот так еще. А, вот оно. Да, тянуть пальчик. Давай протяни, потому что вот здесь ты я гнула. А что здесь нужно? Вот черное. Все нормально. Это вот так он просил сложить или как? Вот эту деталь. А, вот эту в хель. Да. Ну, даете. Стоп, стоп, стоп. Так, стоим. Сюда и. Ушки все. Оп. Да. Все, а это не надо сгибать. А. Не надо было. На самом деле надо было, но, скорее всего, позже понадобится. И вот он в эту щель, да. Вот этой стороной? Да, да, да. Черная отметка вверх. И это знаешь для чего? Для чего? Это для того, чтобы впоследствии вставлять в рояль, например, перфокарты. Представляешь? Лупая. То есть он сам еще сможет играть? Да. Ты представляешь себе, да, что такое перфокарты? Ну, конечно. Я знаю, что такое пианоло. Есть вот типа такой херобора, вот, ну, не типа такой, а прям точно такая херобора, только в ней вот таких вот дырочек не одна, а много. И если ты представляешь себе, что такое фрути лупс, когда ты забиваешь луп для барабанов, ты выкидываешь все дырочки, а оставляешь только там, где должны быть удары. Потом вставляешь его в этот рояль, и у тебя драмчик пошел, 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 драмчик пошел, да. Так, вставлено. Триста человек, никто не пользуется Hi-Res плеерами. Так. Опа, 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 опять красным загорелось. Держи его. Держи его за эти, значит, бечки. Подожди. Ну, кто вот это делает, а? Это что такое? Это что такое? Так. Должно быть звук. Как в этом. Я боюсь, что порвется. Мне ничего не порвется. Это самый надежный материал, реально, ты сейчас поймешь это. Берем крестик Христов, берем, так его загибаем его за всех сторон, вероломно. На, на тебе, получи. Согнули. Да. Пук-пук-пук. Так, домик. Домик, да. И теперь, пук, в квадратный глазик. Какой стороной это? Не важно? Не, важно, важно. Ну, в смысле... Чпуньк. Чпуньк. Вообще рай. Так, теперь опять работаем, работаем, работаем по корпусу. Оба. Фу. Страничка H Это, наверное, что-то у тебя H водород, C углерод Я и болтой рот Так, а у меня нет странички H Все? Не находит У меня вообще ничего C, B, E, F Что тут с луфовитом, пацаны? A Ш На Что случилось? Мамма миа Вот страничка H Нам нужна вот эта штука Это Гантели Это Вот это Я пока сюда H кладу Пожалуйста, клади И что мы делаем с этими H Я боюсь Понятно Так Гантели бери сначала Черную внутрь Черную внутрь, да А потом переборачиваем И такая скамейка получается Как раз сейчас Время скамеек Когда Ты уже открыла сезон При распитии Шейка На лавочке Ты, кстати, никогда не промышляла подобное Я же отличница по жизни была Понимаешь? Я не знаю, что случилось в моей жизни Что случилось? Что случилось? Не знаю Я познакомилась с Романом И все И пошло все Ну, ты знаешь куда Да Так, вот так Мы лавочку эту прикрываем Ну, нормально Значит, надо будет Распечатать твою жизнь Отличница И пригласить тебя Бухать на лавке Серьезно? А что нет-то? Вот так вот я сейчас Себя выбила приглашение Бухнуть с Петром на лавке Это сложно Очень выбить Это приглашение Эксклюзив просто Можно сказать Что, Петь, после стрима Идем, да? В Перова Я после стрима Кое-за чем другим поеду Но, в принципе, можно и Да? За тем же самым Нет Может, и по тому же адресу Так, все Эту штуку собрала Вот лавочка Вот штучечка Это та штучечка? Ну, похоже на то Она просто очень маленькая Кажется В твоих огромных руках Так Загибаем Дико загибаем Готово Мне еще нравится этот вот Фанк В стиле Нинтендо Никогда не падает Откуда музыка играет? Втыкиваем, походу, да? А черт его знает Музыка играет и отсюда И еще там, на Саундклауде У нас мудрым юзик Фигачит Да? Втыкиваем Точно? Это сто процентов? Ну, видимо, да Нет, знаешь, такой Он сейчас Он вот на этом вот этапе Вот на этом вот Просто такой Все разворачивается Такой Ха-ха! Попалась! Как ты представляешь? Чпук! Раз И смотри Вот так вот И накрываешь Крышечкой Дико Воткнула? Да Все Накрываем крышечкой Оп-оп Наверное, второй И закрываем И закрываем Чувствуешь силу Слушай, мелкая моторика Вообще Картона Чпук Так Маркер, стикерс You find them in the plastic bag Я в мусоре вообще нашел Я не умею открывать Я ногти сломаю Бэткурин Теперь мы будем что? Налепливать? Ногтями каждый дурак может Да Все отличницы с чертовщинкой У нас была такая Отличница в классе Ну, расскажи А что про нее рассказывать-то? Ладно, я не буду Видимо, что ты там совсем Тайна покрытая У нас было несколько отличниц От одной воняло Естественно Очень сильно Вторая была такая летящая Такая У нее фамилия была Иноземцева Вот У нее были брови вот такие Я уверен, что они и есть На месте У нее все хорошо Она была отличной девчонкой И есть Сейчас она, правда, не девчонка уже Женщина в летах Женщина, да-да-да И брови у нее, наверное, седые Вот Она такая Как будто чуть-чуть парила над землей Вот А с третьей отличницей У меня случился первый секс Ох ты Нифига себе Отличница Отличница, кстати, да Так Вот эту штуку мы снимаем Длинную Ты держишь в руках У себя Берем Есть пара кейсов, когда А, прям Все про наушники Оборачивай У меня в классе было две отличницы У одной пятый размер А у другой четвертый То же самое, пацаны А я училась до девятого класса Там еще пока ничего не отрастало На тот момент А потом Хренакс А потом, да И что ты в десятый класс приходишь И что-то парни с тобой просто дружить больше не хотят Почему не хотят? А, просто дружить не хотят Ну да А другие, наоборот, захотели дружить И на дискотеке в школе отказываются танцевать Я человек выпивающий, поэтому сейчас криво наклеиваю Пусть на таймпо Чего на дискотеке? На дискотеке в школе это было вообще всегда лучшее А у нас парни отказывались с девчонками танцевать Как это отказывались? Ну, потому что проблемы происходили Некого характера, знаешь, когда танцуешь с девушкой Сначала она в тебя упирается, потом ты в нее, да? Да А что это? Это было некий Это разве проблемы? Я перестал в какой-то момент к этому относиться, как к проблеме Это говорит о том, что я здоров В состоянии произвести потомство Ну, мне кажется И стесняться тут нечего Школьницам это еще не очень интересно Твои физические возможности Ну, как-то неинтересно У них же все Это очень интересно Потому что это же все серьезно Все очень серьезно И до конца И навсегда Шишка на танцах Это норма Конечно, конечно Да и не на танцах тоже, в принципе Это, по-моему, лучший момент на дискотеке Всяко лучше, чем друг в друга парням упираться Ну, я уж не знаю, как у вас проходили дискотеки, ребят У нас зачем-то группа парней Она все время, значит, ну, как бы были тупо хулиганы, назовем это так Хулиганы У нас не было хулиганы в классе Потому что я учился в неплохой школе И совсем отбитых ублюдков у нас не было Но были люди, которые явно поступили не в ту школу И они стремились к этому состоянию Вот, и они зачем-то подпевали, значит, перед дискотекой Приходили просто в говно, знаешь, когда тебе 14 лет Ты вожрал полтора литра джентоника И просто приходят на дискотеку в кал Для какой-то уверенности К тому моменту, они все время опаздывали К тому моменту, когда они приходили Уже все мальчики, над которыми они там, типа, подшучивали Вроде меня, которые фанатели от видеоигр и так далее Они уже поупирались во всех дел И уже отдыхали Ты открыл секрет, что тебя стебали в школе? Ну нет, меня не стебали в школе Была группа людей, которая стебала всех, в принципе Ну, один потом стал ментом Другой там еще что-то Ну, в общем, короче Короче, по красоте Постебались, да Ну и отличница была моей, понимаешь Меня просто все ненавидели из-за этого Ну, вы понимаете, что это по канону Должны были сойтись отличница и любитель игр Никогда в школе не было дискотек Как в комедии И все девчонки были с минимум третьим размером С третьим размером дылдами и тупые Пропорционально размеру груди Вот не повезло человеку Другой депутатом стал Да? Может быть, может быть Блять, да Ну, не депутатом буквально Но какой-то общественной деятельностью Он занимается в какой-то партии состоит Которые не существующие партии Знаешь, таких много Название есть А больше ничего у него нет Вот он мне что-то писал Вот там район Благоустройство Давайте что-то делать Я говорю, давай сначала всех выгоним Из этой Может, я что-то не догнул Оп Ать Сука, вот это Плод-твист Все очевидно Все очевидно, да Вот так по-разски сидишь, разговариваешь Потом раз И вы отец И вы отец Да Петр, молодец Давай, разбирай Слушай, ну а как его разобрать-то? Я же не знаю Как его чудово Сука такая, зачем я? Давай я попробую ногтями Да, пожалуйста Вот так вот Сиськи чужое депутатство Что делают с людьми Базарю Все, проблема решена Вот что сиськи делают С картоном Давайте Евдокимова Продолжаем А я, мне кажется, не в ту сторону вообще загнул их Как его Да, да Вот где резиночка А вот она Датягивай Датягивай Я недавно видел, значит, ролик в фейсбуке Устанавливаем Вот-то да А это, кстати, не просто лента Это какая-то инфракрасная лента То есть она светочувствительная И посмотри, как она ярко светится в камере Ничего себе Чувствуешь? Это называется редкие кадры Как-то душа покидает тело Опа Угу Потрясающе Во Теперь да Светочувствительную ленту Которую мы запихиваем в коробочку Да Очень логично Это Сейчас я тебе говорю Когда мы дособерем все это Это будет настолько логично Что ты просто здесь Пзжу Это будет вот так вот О-о-о Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Сайдлевер, да На Театр диск какая-то Это во что вообще? Это сюда? Вот сюда, да Ну, да, ножкой Ножкой вниз как собирать дитю а что дитю нормально дитю но как бы это не это это развлечение для компании то есть вот есть сейчас третьим был бы роман струков то мы могли представить что он дитё наш с екатериной и он бы участвовал там типа выдавливай там короче смысл в том что это развлечение для группы людей например для семьи и взрослые занимаются более сложными задачами а дитё менее сложными удочку мы собирали именно так мы собирали втроем удочку с ребенком и все было классно стой подожди пока и потом уже было неостановимо вот это я хочу рыбачить поймал акулу там прочее давай лобать зарк привет не бойся ждем следующей шутки в чате я боюсь порвать вроде вошло одноклассницы я попала в просак а слушай ну как то я не знаю несерьезно это все как у меня бабушка говорит живейно неопределившийся да да как смотри живейно живейно да что это значит такое слово типа неустойчивое что-то хлипкая давай потереби эту пуньку пуньку пунька тоже бабушка деду причем причем всем дедам который мимо проходит так так вот эту пуньку мы берем держим домик берем теперь теперь берем этот домик для пуньки смотри домик тебе а вот мне не а ты точно уверен я тебе сказала что скорее да 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 на вяливаем все это наверно внутренне ну или нет снаружи аккуратно конечно как здорово ништяк пуньку у меня тебе ты когда последний нас пуньку теребила кать я сегодня я даже не знаю как только ответить что ты компрометируешь здесь можно узнать пожалуйста что здесь компрометирующую блюба кавы юблю мой пунька так давайте дальше здесь вставлена вот эту херобору мы загнули и нажали правильно я понимаю стой стою вот сюда показывать не вообще херби хэнк просто и что же вы изучали в эстраду джазовом скажи пожалуйста эстраду джаз пуньку нет пуньку наша у нас была такая крутая баба по истории музыки она в свое время она не знаю она переобщалась по моему со всеми топовыми мужиками нашей страны там ельцин да переобщалась и ельцин значит там интересные вообще мне кажется можем но я уж не знаю таких по ельцински вот с чего вот прям мне очень от нее запомнилось я помню как сидим она нам пытается что-то рассказать про балет но не получается мне это сказать и она говорит она такая ярая видимо феминистка она даже наверно этого слова не знает но она ей является она говорит что женщина пришла с работы должна лечь раздвинуть ноги сказать обслуживай меня вот это вот я вынесла из института от завкафедра своего института и придержишься этого правила нет почему нет то потому что как-то это не интересно мне кажется нужно быть старый бабка чтобы было так весело жить кто старых бабок обслуживает старые детки наверно может быть так дальше где ноги бить пошел сын да 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 все классно все работает опа он был сайзов сенс файн кси маркер стикер спок ау да да все ништяк дан да 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 фарвард все мы им бари скомплит теперь мы будем делать клавиатуру давай убирай пока мейн барбари лет смейк туб фирма меданая или 3d это х married так отсюда большую новое бой ну там же black ops 4 она не 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 цифрами но смыса римскими цифрами они арабскими было как бы точно мы почти детройт прошли вчера ну и как детройт кстати слушай ну мне нравится ну да такой о чувствах об эмоции о ненависти к людям да все как мы любим ты все выдавила то есть ты знаешь да что вы давливаете просто дальше чтобы уже сгибать можно подожди теперь большую большую куда надо мы вызываем захара до двухоктавный по полутора по моему нормально миди клавиатура вариант минимал концертный ну блин конечно так это все собирается что-то если бы ты перед концертом забыл клавиши то мне кажется не вариант клавишник забыл клавиши а чё разное бывает у нас тут на корпорате например саксофонист забыл специально вот эту вот веревку который держит сакс мы ему сделали из старого галстука держалка нормально все их никто ничего даже не заметил даже руководитель не увидел короче смотрел здесь как надо будет сделать это сделала какие-то звуки из 8 битных так иногда некоторые собаки сыграть на пианино человек яйца человек яйца человек яйца человек яйца там она нота я тебе покажу какая-то коричневая она в мажоре миноре коричневая нота но то одна если она же всегда в мажоре тебе или не знать уроки гармонии с петром одна нота она всегда в мажоре но нота же мажорная правильно правильно так ну маленькую шпуньку то мы согнули а чё дальше ну а дальше все стальные шпуньки хочу всю херню надо сгибать так так они это тут же следующий этап все сгибай все коричневый мажор да я не понял про ноту мажорная нота это из разряда сиди с мне кажется это будет очень тяжко объяснить да что тут объяснять сиди с это да это гармонически равные ноты ты понял хоть что-нибудь нет я понимаю что меня держит за идиота что за что-то меня держит еще истин гармонически равные тональности это например фа мажор и ми диез мажор но это на самом деле одна этажно то просто по-разному называется до зависимости от правил конечно и лада и ладо себе польку в не загибай давай не отвлекайся и лад меня почему это разворачивать так это мы загнули это да и вот он потом тебя в такой ящик сворачивается и там загнули не как там я сломали не живее на живее как она не держится нет ну ладно херовый с ним вот теперь вот это хера города вот это а вот это херобор о ушки и ротик точно она с отстранения все друг на руку похоже темная мать она да не как это она переверни ну смотри на другой формы вот вот она все правильно было да да здорово и ротик теперь мы это вставляем как так задом прапорщик задом дождя вот здесь не догнуло опять желейная не желейная живейная нет дети не ломают это к хренам при сборе не ломают проверяли все отлично не ссыкуйте дарите если хотите вообще всему этому место в магазине детский мир конечно потому что ну я думаю что я честно говоря не мониторил вопрос но я полагаю что полагаю что продается это все там же где нинтендо свитч а нинтендо свитч продается там в условном видео хотя лобо можно было бы вместе со свечом в комплекте продавать тупо в детском магазине в отделе конструкторов рад какая-нибудь желейная бабушка придет и как увидит цену всего этого 5000 это ладно я верно сделала тут язык должен с этой стороны торчать по идее начинается да это не язык теперь теперь мои приехали да 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 класс этой стороной вот сюда вот так здорово что он у тебя не торчит ты уверен не сгибай прямо и так это сок внутреннюю сторону ах ты гандоний глаз петр опять до старые впереди паровоза на кто эти звуки интересные придумал это единственное что волнует вот про нинтендо лобо больше тебя не интересует полочка для миниатюрной посуды о вот это твоя штука ты очень хотела да чтобы она маркер стикерс отлично вот эти толстые штуки нужны это надо на правую они одинаковые ну ладно но он же на правую рисует а нижнюю на левую нормально японцы справа в принципе начинают по давней народной традиции реально так круто в камере она светится прям белая белая да как в ночном клубе например шнурки да или когда маркером напишешь кому-нибудь на лбу что-нибудь и он потом приходит ночной клуб ты же отличница откуда ты знаешь такие вещи я на аниме сцене работала я много знаю дерьма какой сцене аниме аниме сцена после оперного института параллельно с оперным еще штаб пела на нем и вот он же самому линии тири 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 яма барону меч его евангели он я даже помню такое почему я никогда не смотрела на пела на тебе на и не да так это хер остается сверху а это у моего мошен дэй ру чё пацаны аниме на японском пела да да те транскрипцию писали да нет я сама сидела на слух снимал никто мне ничего не писал мы просто репетировали как-то давно когда первая группа у нас была мы собирались в восьмом микро районе митины и там была репетиционная база в дк фортуна и там происходили первые концерты и там помимо нас репетировал еще группа которые играли такой industrial metal и они делали какой-то кавер но вокалист при этом не знал английского и ему он просто себе на русском написал транскрипт он каншес оры май каншес там расчитал реально орал просто от этого всего нам как ну чуваки не растерялись к нам как-то тоже пришел знаешь японец на вот подобный концерт чем хочет вот эти согнуть он да кто пришел японец короче на концерт сидел такой улыбался все время пока я что-то там пела кто-то умеет стою на а потом вы знаете дирижера такой типа очень-очень красиво я ничего не понял также классная на японском пела чего куда втыкаем-то сюда да там сверху такие штуки да 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 а это вот сюда ну так вот да все класс вот блин звуки просто оба пошла руда загоняй в детстве песню из вальтрона орал пишет нам дам вейдер чё он от меня хочет нижнюю куда мне нет и никуда да конечно юки юки кирю куху рита юки юка грандайза да 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 видите в курс дела что за дама какая вам разница я не понимаю вообще нет расскажите мне кем работает сколько лет не состоит ли подкаст животных студии выходим на дисгасте мэн каждый второй понедельник наверное года так щит и тебя это клавиши нибудь да возможно и честно говоря совершенно не очевидно что это до тех пор пока ты не соберешь мне кажется все лабо собирается по классической схеме широкую на широкую до лабо это катью у нее красивые глаза 3 высших музыкальных но не 3 высших у меня одно выше одно среднее 1 нише да и глаза у меня к россии состояла ли в apg да кстати солнце вае случилось серьезно да так это откуда знаешь как собирать петь ты уже девяносно портачил, давай не будем бежать впереди паровоза. Ну ты читай инструкцию, конечно. Сказал как настоящий мужчина, ты читай инструкцию, а я соберу. Ну просто это клавиши, и понятно, что это коробочного типа сейчас что-то должно у нас выйти, и загибать мы будем все это явно внутрь. Угу. Нет, здесь все-таки надо домотать куда-то, ну в общем там-то из-за огни, а потом когда, ну по сгибам здесь все очевидно, а вот как оно куда вонзе, это надо, вот. У нас с детства заведено с молоком матери, сначала делаешь, потом читаешь инструкцию, да я согласен. Я даже читала инструкцию к своему автомобилю. Инструкцию читаешь, когда что-то не работает, знаешь? Ну да. Да. Что-то сломалось, блять, ладно, сейчас. А как надо было. И что, что у тебя в инструкции к автомобилю пишут? Слушай, я по крайней мере узнала, что оказывается нельзя прогревать мой автомобиль. Вообще автомобиль, мне кажется, совсем нельзя прогревать никакой, ни твой, ни чужой. Нет. Минуту он должен постоять. Ну минуту да. А я вот не знала, я раньше как-то дрэнь-дрэнь и поехала. Я так понимаю, что это дикий износ двигателя именно вот когда он стоит и типа греется. Да. А потом коробка. На холостом. Когда коробка холодная, а ты попёр. Да. Оп. Шкан, я попёр. А он внутрь воткнулся или как? Или он не подкнулся? Да, это всё, все части. Вот так. Вот так. Вот, это хорошо, не желейно. Живейно. 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 На. Данки шин. Немецкий тоже знаешь? Да, отлично. Нет. Только одно. Две, ладно. Две фразы. Нет, я знаю, знаешь что? Я знаю. Не надо, не надо, не надо говорить. Не надо. Да. Зимир битте. Иншульдиген зимир битте. Гунг. Нет, иншульдиген это существительное. А, фак. Ну, хорошо, я знаю. Ой, я криво налепила. Да и пофер. А иншульдиген это могло. Это будет моя клавиша, я буду только на ней играть. На дно. Да, да. Человек-яйца как раз. Да, да, да. Ха-ха-ха. 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 Все, это готово. Пи-ю! Смотри, можно все уже. Человек-яйца в принципе можно уже рубить. Что ты? Вот, видишь? О, боже мой, это будет очень мило. Ха-ха-ха-ха. Блин, это очень круто. Мне уже нравится с одной клавиши. Остальные собираем? Черные. Ты считаешь, что я наплатащила? Черные клавиши, вот видишь, вот здесь вот. Посчитай, смотри. Один, два, три. И вот и на три. Один, два, три. У тебя ничего пить не смешает? Один, два, три. А белые где будут? Между черными, ёпта-ть. Ха-ха-ха. Вот. То есть это для черных места, понимаешь? А-а-а. Ну, давай. Как всё серьёзно в этой Нинтендо Лабе? Не, вообще, Нинтендо Лабе это такое дело. Не хухры-мухры. Не, вообще, спасибо, что позвал. Ты уже уходишь, что ли? Я очень интересно провожу время. Был неебически рад вас видеть. Ха-ха-ха. Пока. Ха-ха-ха. Иншудигунг такая. Зимир биты. А ты немецкий знаешь хорошо ещё? Я двенадцать лет учил, наверное. Ё-о-о. Фига себе. То есть ты можешь там, ну, прям, ругаться? Ругаться могу, могу не ругаться. Я однажды, ну, естественно, ну, типа, сейчас это всё больше понты, потому что язык, это такая история, английский язык я учил с пятого класса по одиннадцатый, а немецкий с первого по одиннадцатый. Охренеть. И, ну, мы гоняли в Германию по обмену, вся херня, ну, немецкую спешколу, короче, на районе заканчивал. Вот. А, но, это же такая, её надо постоянно практиковать. Ну, конечно. А что у нас вокруг нас на немецком? У нас всё вокруг на английском. Английский язык миллионов. Немецкий язык тупоёба. Вот. Я очень люблю немецкий язык, то есть мне прям нравится логика, по которой он устроен, грамматика. Я всё это помню, забываю слова. Вот. Но! В момент стресса я вспоминаю всё. Мы как-то на Геймском приехали. Вот. С нами был такой, значит, ну, я выхожу во двор, а там на Геймском очень строгая система пропускная. То есть тебя бейдж проверяют, когда ты выходишь во двор, когда заходишь внутрь, обратно. При том, что двор, это, ну, ты, типа, там не можешь появиться извне, только если ты с неба упал. С неба упал, да. Иисус, да. Но тебя всё равно проверяют, там, если кто-то что-то, ну, там, может, ты передать кому-то хочешь там бейдж свой. А. Вот. И с нами был человек по имени Володя. У него не было бейджа. И он, значит, каким-то образом очутился во внутреннем дворе. Ну, видимо, вот, короче, с ним… Иисус всё-таки. Да. То есть я с ним познакомился уже там. Ну, там Илья, в общем, все, короче, понятно. Это какой-то был там… Володя этот был что-то там по бизнесу. Я с ним был особо не знаком. И он, значит, мы заходим, типа, в пятером обратно в здание этого выставочного центра. И там, значит, немка, которая стояла на входе, она начинает этого Володю прессовать на немецком. А как она поняла, что он… У него нет бейджа. А. Угу. Угу. Вот. И… Начала ему, значит, рассказать. Она не знает английского. Она, в общем, не обязана его знать. Германия вообще такая страна. Тебе там все рот шатали. Не знаешь немецкого – ну, твои проблемы. Нормально. Вот. И… И тут я неожиданно… Ну, я понимаю, что она ему говорит, что, типа, у вас должен быть бейдж и прочее, прочее. И я реально отмазываю Володю от неё, навяливав, что, значит, бейдж у нас на стенде. Мы его забыли. Сейчас вернёмся там, не переживайте. Естественно, никакого бейджа у Володи не было. Я даже немножко расстроился, но я в этот момент почувствовал прям прежнюю силу, знаешь. Ты прям по-немецки вообще ни слова не забыл. Да, да, да. Ну, когда мы оказываемся на геймскоме, я в Кёльне разговариваю по-немецки. Охренеть. Вот. Это мой шульди ген зимирбитый. А я сейчас с тобой поспорила. Да. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это нормально, потому что, ну, типа, нечастые явления… А, ещё я знаю апфель. Апфель – это дело хорошее. У меня ноутбук фильма «Апфель». Апфель. Телефон. Вот как-то Apple звучит лучше, чем «Апфель». Ага. Аder или «das апфель»? Это вот я не помню, к сожалению Существует там правило В зависимости от окончания артикль Например, Das Metchen То есть в немецком языке девочка среднего рода Шахомат, феминисты А прикинь, ведь доберется Апфель, скорее всего, Дер Ну, типа, ЭЛ Дер Шпигель, например, да Значит, и Апфель тоже Дер Шпигель, зеркало Шпигель, да А, Шпиль, игра Шпиль, игра, да Шпигель, зеркало А еще, знаете, Виллингерс А, да Я еще не костигал все время Это с самой школы, что По-немецки, значит, фрукты Обст А овощи гемюзы Да, да Я когда в том году начала учить немецкий Я тоже сотворжала Так, хорошо Гемюзы 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 Короче, здесь, если смотри Три прессингтона Кей, вы можете видеть маркер Стикер попадает Это все хорошо Короче, нет Он не просит открыть А, типа Проверить Проверить работоспособность И два собранного механизма Бум Бам Бим Дэм Дэм Отлично Ты сейчас, между прочим, пентатонику сыграл Ты в курсе? Угу Для этого не обязательно Я тебя открою Для того, чтобы знать такие вещи Не обязательно оперные заканчивайте Эстрадный джаз Так Пентатоника Да, это мы уже все собрали Он теперь каждую клавишу так покажет Да Блин, здесь одна октава Дерьмо Здесь даже не полторы Ну и хрен с ним Одна октава Что-нибудь мало, что ли? Там на всех остальных октавах Тебе же ноты, понимаешь? Нормально Вот тебе восемь Сейчас будем блю сыграть просто И все Что нам надо-то? Для этого вообще октава не нужна Пять нот Да все уже, давай Можно как-то пропустить Мы реально все черные показывают Только дай повод про оперный вспомнить Да-да-да-да-да-да-да Рамштейн сыграет Но опять-таки, да Духас Вячеславович так теперь белый даст лица и у тебя там нет здесь я и х а в е уже кстати даже ничего нету не стоит мы верим с они дожди вот эту одну музыка реально полицейский сбывли хилл сыграйте мурадяна как же сыграть ну и все конечно сгибаешь дико дико сгибаем все внутрь это клавиши белые но видимо только почему-то здесь 3 да ну короче она закрывается в коробочку то а вот здесь уже не так очевидно дожди так тут сверху ничего не загнал да просто вставляем все опять жильно получилось нормально все вот эти две и теперь эту пищу да кау опа видала да на и положил и положил эту штук вообще рай все может а вот баба так закрываем герл пауэр стоп торчит одна вломила на наверно вот так да наверно ага опа и хвостик вверх хвостик вверх не 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 другой вверх все я так понимаю это амортизация какая-то маркер стикер опачки отсюда значит понарвал из разных кусков что уже не знаю ну и что а с виктором зуем когда свадьба просто не рассказала что значит у вас уже там эти какие-то кривотолки пошли узнать дату . я должен быть подругом жениха подруга вот так же да да во и весь она вот так вот загибается туда да господи мне страшно не бойся вот лично этот листочек мне он загнутый видишь под козырьком там все он амортизирует скорее все все это хозяйство конечно мы сюда вставим потом вот куда мы вставляем красный джойкон а у красного джойкон например фракрасная камера прикольненько я тебе говорю они просто конченые все это придумать больные ублюдки разработчик боевые разбатайте а кстати там вообще херня короче для этого даже собирать не надо до конца этих клавиш достаточно реально я когда разбирал его я выяснил что там все на черных сыграть просто тупую не за что халтурить ну как так вообще ну ладно тебе это была удобная тональность удобная тональность вот у тебя какая удобная тональность какая твоя тесситура и это я знаю и так у тебя большая тесситура комендатура культура выходного дня кто быстрее соберет называется ты быстрее соберешь конечно же я ты быстрее обычно собираешь готова а вот эту пипирочку надо достать до пипирочку доставай на наклеивай нет свой пипирочку не достану и не уговаривай и не гони за мной слушай они все вот эти вот белые маркеры от клавиш на не все вот маленький это маленький а май вот отсюда могут отсюда они длинненькие вот их не надо то что вишите более широкие для других игр ну видимо да так хорошо я по памяти уже все делаю какого-то хера вставляем те о ничего себе у меня же клавиши даже лишь с дырочкой для черной я тебе говорю вообще с ума с тема нибель так вот здесь что делать надо да вот так вот верхнюю вырезать скопировать ставить 4 октавы там есть прекрасный режим на джейконах режим танка она я я наклеиваешься куда на задницу наверное да да она нажимается ну ладно немножко залипает дожди должно быть твою мать я я я я и все класс моло . вы до желей надо совсем печаль беда я думаю когда все клавиши появятся они будут друг друга еще поддерживать как то нет ну может быть потому что что-то как-то все несерьезно там там сюда же там все будет очень серьезно то есть подозрение в несерьезности это нормально вот я думаю что нам стоит выдавить все остальное наверное давай мы промотаем потому что он тип уж по очереди клавиши это какой он клавишись показать а те которые мы сделали уже от суга она не встала до на не отсюда блин пьяные клавиши нормально так это у нас ми это у нас ми вот что следующее да страница а а тональность тесситурова еще кварток винтовый круг вспомните да мы не забываем о нем никогда иначе как вот я пытаюсь музыку только на черных клавишах писать я пытаюсь у своего ученика заставить выучить кварток винтовый круг тональности чтобы он быстро их определял а он никак не хочет считает что это ненужная фигня у тебя есть ученик да и сколько ему лет ну он взрослый мальчик не знаю сколько ему лет но типа но он уже работает давным-давно то есть усишки уже растут но сюда приходит гладко выбритый поэтому на лице я понял понял где еще усишки я не знаю что там шутишь себе кстати зачем мужчина усишки мне кто-нибудь объяснит вообще скажет чтобы быть мужественным серьезно они реально считают что щёточка под носом делает их мужественными смотря у кого эта щёточка под носом понимаешь нет вместе совместно с бородой да окей с бородкой с усишки и бородка так как в физруке у сача знаешь не смотрел физрука сарян ты чё гонишь что ли нет почему не очень спокойно расскажу что их не смотрел почему ну почему ну не знаю не смотрю русские сериалы мне как-то еще никто не вдохновил на просмотр русских сериалов базаре у тебя не знаю как тебя вдохновить что что надо сделать чтобы ты вдохновилась но я тебе рекомендую посмотреть все приду сегодня домой после того как я в баре посижу попью побрей усишки побрей усишки схожу посижу на лавочке как завещал петя да 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 с шейком это не усики это пропуск в тиси трусики в чьи в тиси трусики видимо от слова тисеракт я не знаю гусарских генри кэвилл отличные усы чай пролюрками тиси трусики что такое не люблю звук этот не смей генри кэвилл генри кэвилл усишки ой да ты современным технологиям пользуешься я смотрю хвост и гриву просто да так и что же куда нам картинки о боже а наклеить забыли гость у кого что награл супермен шутка я так понимаю оттуда потому что зарисовывали усишки замазывали да были настолько странно конечно метод пиздатый русский сериал метод до ничего усики обязательно для прапорщиков же мне кажется тоже какой-то маветон лепи так что у нас это фары виду они понятны они одинаковые да у то тоже казалось что это либо до и фана вернунет и дула и 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 Хотя мне тут кто-то рассказывал, что смазывают ее какими-то там маслами, не знаю, младенцем. А, да, много всякого, да. Присыпочкой. Присыпочкой, да, там, всем на свете, чтобы все вкусненько было. Твою мать! Опа! Выдернул. И вот эту маленькую. Борода дополнительный контейнер для еды, ну да. Если на работу с собой носишь. Щит. Мне кажется, что щит не то сделал. Да вот там уж ты. Впереди паровозы опять. Смотрим. Это все сделал правильно? Угу. Угу. А, угу. Не-не-не-не, согни, согни, согни ее. Ага. Давай. Сгибай. И... И вот так вот потом поперек. Она заезжает. Опа. Прям внутрь. Да, да, внутрь. Вставлено. Хорошо. Точно так? Ну, кай. Ладно, ладно. Да? То есть как бы ротом наружу. Угу. Так, теперь вот это. Лунную сонату, ребят. Но тут на одной октаве сонату особо не сыграешь. Тут до мажор чисто. Начинает умничать опять. Не, что умничать? Вот тут все видно. Вот я говорю, что умничать? Сибири и играешь. Плохо что ли? Клавиш нет, есть все. Начинает с этого. Две октавы и на три. Не то. Не из картона мне подавай. Прикольная задумка. Оп. Я зачем-то так перемотал, как будто я все, знаешь, запомнил. Вот. Что вот-то, твою мать. Вот. Слушай, а давай я буду на лабо, лабо играть, а ты вот на этой гитарке. Укулеле? Да. Я не умею. Научимся. И она расстроена. Ну а кто коричневую ноту будет играть? Я могу коричневую ноту и без... С укулеле, конечно, дурак может укунуть. Коричневые ноты. Помнишь, мужичка? Я же певец, зачем мне укулеле какой-то дополнительный? Чего помнишь? Мужичок, который пел песни, такой толстый-толстый, с укулеле пел. Somewhere over the rainbow. Не помню. А должен? Ну да, он так мило пел. А, вот так вот прям. Юрий Лоза вообще ноту не знал и стал великим маэстром. Конечно. Петь, два года уже хочу задать вопрос. Тебя никогда на улице за Вуди Харрельсона не принимали? Пиздец, никогда. И мне вопрос это никогда никто не задавал. Ни разу, блядь. Чё там? Шутка какая-то была написана. Это Вилли Токарев. It might be a bit of a tight fit. Sorry about that. Ты что, охренел? Лепим. Короткий? Ну, это за этих. Пунь. Да ты что делаешь-то? А за инженеры с чужих. Тоже никогда, ни разу в жизни. Да, да, вот, пишут ребята как раз имя этого мужичка, который на укулеле играл. Куда это? Вуди подбородок шире же. А вы присматриваете, я смотрю, да, как мужские подбородки? Вы ещё Худзуева про Ведьмака спросите. Да, 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 да. Вот. Это Ляда? Ну, это Ляда. Какая-то? Это Ляда. Чем бы Сольда и Рейда. Рейда, да. У Вуди другое лицо и другие деньги. А вы знаете, что отец Вуди, кстати, маньяк? Ну, вы знаете про деньги вообще, про чьи-то. Что вы знаете вообще про деньги? Короче, у него то ли маньяк, то ли вор, то ли кто-то. Отец, короче, сидел в тюрьме. У Вуди Харльсона? Да. Вообще жесть. Ох. То же самое, наверное, да, повторяем? Или нет? Да, 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 скорее всего. Судя по деталям. Вот эту маленькую. Да, и скорее всего, это на них обеих могут быть на низ. Вот так вот. Я немножко опередил события, конечно, но это норма. Я думаю, ничего нового там не будет. Ну да, ну вот видишь, мы одной из клавиш, а потом никуда, и это оказалось критичным. Ну мы пока втекать не будем. А ты сюда уже загнала? Или не загнала еще? Загнала. Вот эту? Да. Молодые. Всем привет. Привет, мои Киаро. Здорово. Он убил судью. А, он убийца, да. Он убил судью, как шоколад в руке. Ты, кстати, завтра на концерт к нам пойдешь. Я набал стекло. Слышишь, стекло. Завтра? Ну, завтра. Мы же завтра подкаст пишем. Ну и в рот его этот подкаст шатал, я вообще. Да? Поняла. Приходи на концерт. Где выступаете? В лес. В лес. Лес называется, Менделеевская, например. Офига себе. Там прямо возле метро Менделеевская, улица Лесная, дом 30А. Ну, да, смотрим. Приходи. А во сколько мы завтра, мы завтра, вы завтра во сколько пишете подкаст? У нас завтра тем столько, что можно упасть. Ну вы бухать будете, короче, понятно, никуда ты не поедешь. Нет, кстати, мы не бухаем на записи подкаста вообще. И никогда не бухали? Бухали. Первый выпуск в 30. Перестали? Да. А мы что-то опять начали. Знаешь, я думаю, когда мы запишем столько же подкастов, сколько и вы, мы вернемся. Сюда я тоже запихнула, которую я тебе дала. Молодец. А что, во сколько вы начинаете? Часик в 4, наверное. Ну и нормально, к 8 приедете. Не ошибетесь. Приезжайте, там будут подписчики, ровно конец пизды получат. Мне кажется, ровно конец пизды даст. Потому что он давно уже собирается. Собирается? А вот чем обидели. Мы его тут на днях вытащили, наконец, в кино. Ой, в кино. Посидеть, поесть стейков. У него был день рождения. Я не знаю, кстати, как это дальше. Вот. Вытащили, покушать стейков, называется. Сидим, никого не трогаем. Все нормально. А Рома втроем. Ну, прям живые сам собрались. И к нам, короче, подходит какой-то мужик. Огромный, такой просто жирный и пьяный, пьяный. Просто дерьмо. И он, значит, к нему подходит такой. Встает на него. Ты до хуя пиздишь. На Дрома и нормально. Где вы сидели? В Афраде, Сину Менделеевск? Надо перестать в Афраде сходить. Там все время же такое что-то происходит. То у вас тут кто-то скончается там. То еще что-то. Нет, скончался у нас мужик, когда у нас была сходка. Кстати, приходите на сходки живые. Это ваш подписчик был? Нет. Просто какой-то мем проходил. Ну да, ну реально умер человек. Очень жалко было. Но у него были клевые ботинки. Мне сказали, что у меня херовое чувство юмора. А ты их забрала, да? Ты их налепил? Да, все сделал. Угу. Нет, не забрала. Не, на самом деле, конечно, не смешно. Это было жестко. Что-то они как-то уезжают, заметил? Нормально. Сейчас, подожди. Все четко. Внутренности нет еще, понимаешь? Все, здесь мы все сделаем. Ну и чего? Ну вот. Фрайдис – это же из бана жиральня. Какие стейки у тебя пришли? Слушай меня, аристократы, блин. Я люблю. Мы еще в пельменные пошли бы. Я люблю там стейк, понимаешь? А есть один там стейк, вот просто, вот, вот. Ну да, ладно. Я тоже фрайдис-бургер обычный тоже люблю. Давно его, кстати, не ел. Так что не говноедство. Не, не говноедство. Ну, просто во фрайдисе, ну, легко нарваться. Там разные истории бывают. Особенно в этом фрайдисе, потому что мы учились в университете на Слободском, в РГГУ. И этот фрайдис у нас был постоянно. Ну, не постоянно, когда деньги появились, начали появляться. Ну, короче, что, там они еще в этом фрайдисе убрали охрану, там теперь нет охранников. Отлично вообще. Как у нас в Дикси в Круглосуточном практически. Мы не понимаем вообще, как магазин существует. Как они еще живы, да? И чего? Вот, и подошли, значит, Рома встал над ним вот так, он просто живый высокий еще, дохрена. Он встал над ним, говорит, иди отсюда нахер, короче, бухое дерьмо. Подходит два субтильненьких маленьких официантика, начинают, значит, этого мужика от него пытаться убрать, чтобы вообще его нахрен. Ну, конечно, да. Все, все, все. Все работает. Так. Вот, и этот мужик начал через официантов вот так пихать свой телефон Роме. И говорит, запиши, запиши мой номер. Рома говорит, если что, пидорас, что ли, твой номер записывать? Ты меня что, пидорасом назовел? Там, короче, такие были разборки. В итоге его выгнали из кафе. И к нам еще подходил официант, мы что-то собрались уходить. В какой-то момент он говорит, вы знаете, он там стоит на улице, этот мужик. И Рома говорит, когда мы вышли, Рома такой, бля, я даже расстроилась, что он ушел. Навалял бы. Слушай, а что, а вам как, скидку там сделали? Нет. Суки. Прикинь? Так, какая нам страница нужна? F? F и B. У меня тут H все до сих пор лежит. Hustle. 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 Hustle у меня тут лежит. Недавно смотрела какой-то фильм, где этот Hustle появился. Какой-то глупый-глупый такой фильм. Kung Fury? Не. Что-то там про пляж и каких-то людей. Этих самых, господи, пожимай. Спасатель. Спасатель, да. И там Дэвид Хustleков. А ты уверен, что мы правильно делаем? Нет. Может, мы тогда не будем рисковать? Ладно. Давай еще выдавим вот эти штуки. Это F? У тебя нет F, да? Нет, у меня только H. Нет. Вот. Все. Это, короче, на помойку. Сдаю. Мотаем. Это еще G большая. У меня тут нет. У тебя нет большой G? Нету. Спасатель, большая. Ну, у меня тоже один мусор остался уже. Нет. Это G. It's G. D. A. Сука, я не знаю. Да. Вот уже даже какие-то гаммы, например, разображены. Гаммы? В четырех четвертях. Ну, понятно. Ну, неприятно, конечно. Ну, я им написала, говорю, верните. Деньги? Нет, охранника. Говорят, у нас их упразднили. Ждем, когда кого-нибудь убьют, тогда, типа, дадут охраннику. Ну, походу, да. Это менеджер мне так сказала. Блядь. Такий. Рост. Большая G, это миф. Нет, это миф. Если у тебя херни в ту сторону загнут, тогда это миф. Ты себя этим успокаиваешь. Весь остаток жизни. А вообще нет, не миф. А я слышала, что точка G, это миф. Да? Угу. Чтобы бабы его придумали. Это тебе кто-то рассказал, да? Чтобы ты не расстраивался. Интересно, это надо было выдавливать? Ну, если это выдавливать, то, наверное, надо было. Ну, да, да, да. Логика такая, примерно. Не миф это, Катя, не миф. Мифы и легенды древних грехов. Шевелить надо, как там это, чего? Плотва. Да, можно и плотвой, конечно, да. Как Леджеппелин в лучшие годы. Что они там засовывали в даму какую-то рыбу. Спонж. Ну, и где спонж-стикеры? Если точки G нет, то почему есть стимуляторы точки G? Шах и мат. Да, короче, девственники все придумали. Пять игры девственники придумали. И... Точки G нет. Слушай, она вот нашлась, но, короче, она какая-то немножко... Тополин и пул, жара, июль. Я перед твоим приходом пропылесосил здесь, потому что здесь просто было все в этом седом вот этом говне. Но седые ночи, да. Но, к сожалению, эта губка, она тоже немножечко... Switch Console. А, понятно, это, короче... Stick one half of the sticker in each side. А, он еще и наполовиночке. Что ли? Извиня. Да, точно. Куда-куда? Отсюда. Какие музыкальные инструменты используешь? Я умею играть, на самом деле, только на рояле и чуть-чуть на скрипке. Ну, на скрипке я могу максимум сыграть что-нибудь, типа... Знаешь, как это? Как закрывается дверь. Бум! Да. Скажи, пожалуйста. А как ты научилась? Ну, в смысле, чуть-чуть... Скрипка — это не тот инструмент... Ну, то есть, я вот, например, умею чуть-чуть играть на гитаре, потому что, понятно, гитара доступна там и прочее. На скрипке чуть-чуть... Ну, типа... Это же не дворовый, скажем так, инструмент. Ну, у меня была мечта классива в третьем, наверное, школе. Я хотела играть на скрипке. Я его занималась сама. А-а-а. Потом несколько уроков взяла у учителя. И все. И хер забила. У Алексея учителя. И хер забила. Да не, на самом деле, там уже времени просто не было. Она очень много времени сжирает, эта скрипка. Это правда. Ну, тем более, впадлу, да, без ладового инструмента. Да не, там все понятно. Там, на самом деле, постановка пальцев вот такая. То есть, там легко достаточно. Споешь на треке для игры «Синслэрс»? Ух, да, и холая. А что там надо будет петь? Ну, я пока не знаю. Давай споем. Давай споем. Только мы с конем. И с тобой споем. Ну, что, дальше? Чувствуешь, какой процесс? Прям сближает. Сразу, видишь, спеть решили вместе. Про скрипку узнали. Скрипка-лиса. Кстати, он учился со мной вместе на институте. Скрипка-лиса? Угу. Не помню, как его зовут. Так забывал, но когда пианисты говорят «На рояля!» «На рояля!» Ну, я на самом деле не пианист, скажи. Я же певица. Я же, я же, я же, я же. Я же певица. Я все верно же делаю, да? Не знаю, давай мотнем. Мотней. Ух. Судя по всему, да. Все, вот это... Вероятно. Раз. Вот с экранчиком. Первый пошел. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Пока-пока-пока. Вытаскиваем. Вытащили. Угу. Ну. Вот, сгибаем. Подожди. Мне кажется, я сделала то же самое только что, блядь. Вот. Давай. Закрывай. Стоп. Верно? Ставь. Ну, похоже на то. На правду, да. А вот это что за? Это вот это. А, ну, должно... А, окей. Вот это вот так. Ох, хорошо. Что он вертит его, сука такая? Ага. Загибаем внутрь. Класс. Урай. Руда пошла. И теперь... Да. Нет? Это должно быть с нотками. Ну, похоже. Это типа рекорд, а вот это типа плей. Все. Это я уже позгибал дико. Вот. Сделано. Да. Ах ты, тварь. Вот это да. Ну, ты хитрый, а. Сюда эту херню загоняю вовну. И что? Вставляешь. Чего? Что вставляешь? Ну, пока вставил. Хорошо, вставил. Оп. Ага. Загнул. Угу. Угу. Ну, здесь то же самое. Раз. И загнули. Теперь вот это пипедрон. Угу. Да, 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 да. Это уже бла-бла-бла-бла-бла-бла. А, подожди. Один такой пипедрон я уже соорудил. Вот он. Я вот еще пипедрон не соорудила. Ах ты с жопа! Ну, давай. Этот конструктор, этот чертов картон меня обхитрил. Ммм. Доброго вечера, доброго вечера. Добрый. Никита, привет. Так. Там он про кунилингу шутит. Нормально. Да, любишь шутки про кунилингу? Больше, чем сам кунилингу. Щекотно что-то. С внешней делаем. Что мы делаем? Че-то не поняла, как мы изгиблили. Да, все. Блядь, или я не тут заглянула? Нет, 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 все правильно. Из черного. Так. Короче, тут надо так вот закрыть. Красиво. Я сейчас подойду. Да, пожалуйста. Секу. Конечно. Если я отсюда, конечно, вылезу. Вылезешь. Смогу. Сможешь. Ну, давай. Ноги. Вылезай. Слушайтесь меня. Затекла, что ли, уже? Ах, нет. Нет таких здесь. А там где-то была водичка, кстати. Посмотри, пожалуйста, вот там. Святой источник, например. Поддерживаем РПЦ. Да. Есть, да? Цепляй. Так вот, а про кунилингу самое смешное, что я пока видел по теме, это ансамбль, значит, вокальный ансамбль. Хор. Хор мужиков, которые поют очень черные. И типа их 12 человек. Так, а связь с кунилингсом только в том, что они хорошо работают ртом? Ну, да, да. Да. Вопрос к экспертам. Чем пианино отличается от фортепиано? Да ничем. По факту. Оба. Там, по-моему, фортепиано – это название просто клавишного струнного инструмента с определенным звуком, вот тембром вот этим вот. А пианино – это то, что стоит вертикально, рояль – это то, что стоит горизонтально. Но я могу путать, на самом деле. По-моему, какое-то такое объяснение не придумали. Хотя, по-моему, мы когда учились в школе, у нас типа кто-то говорил, что мы играем на пианино, это вообще какой-то зашквар, так говорить нельзя. И вторую сюда. А ты ее обклеил, да, уже? Какой стороной она вставляется? Ножкой на себя. Не-не-не, вот, смотри. Вот. Ножкой на себя. Это пружиночки такие. Ага. Вставлена. Видно? Видно? Все. Ну и все нормально будет, поверь. Ты когда рыбу ловишь в этой рыбалке, там прям надо подсекать, дергать, крутить очень интенсивно. Там вообще акулу хер выловишь. Так. Крис де Фоллс Керфелли. У тебя она, да? Это, видимо, вот она. Енот вот этот вот. Скунс. Вероятно. Ну, я не очень уверена. Ты просто все сгибаешь, все внутрь. Та-да-дам, та-да-дам. Та-да-дам. Готово. Что такое? Так, с черными не ясно. А, вот с черными, черные тоже в гармошку сгибаются, видишь? Вот так вот, такие ноги. Да. Хорошо, держи. Это только четвертый этап, если что у нас. Четвертый уровень, всего шесть. Я думала, клавиатуру собрать это самое сложное. Лепи. Середине черный, да? А, нет, внизу черный. Внизу, да. Рядом с ногами. Ватерлиния, например. Доброго времени суток, дамы и господа. Ни картонки бракованные, ни пальцев поломанных. Спасибо, постараемся не сломать. Спасибо. А еще во фортепиано стриптизерша не поместится. Несмотря какая стриптизерша, если она какая-нибудь совсем крошечная, ну, девятилетняя стриптизерша. Я шучу. А, я думал, серьезно. Вот это хорошо, что ты пояснил. Я думал, уже в милицию изводить. Мне кажется, это вот туда вот этот дымоход. Скорее всего. Фортепиано – класс музыкальных инструментов, в которые входят пианино и рояль. Ну, примерно так я и сказала. Короче, да, фортепиано – это дисциплина, которую мы изучаем в музыкальной школе. А инструмент называется пианино. Подбери свои ноги, гнидая. Карлица влезет куда угодно. Да видно, видно. Нормас. Оба. Интересно, электрические пианины тоже делятся на ритмы соло-пианины, как электрические гитары. Хорошо, электрические гитары делятся на что-то, да? Ну, типа, да. Я купил себе соло-гитару. Бля, я взял ритм-гитару, например. В русской рок-тусовке, да, типа, ты кто? Ну, я ритм-гитарист. Да-да-да. Это означает, что я не умею играть. Да-да-да. Ну, типа, соло – тот, который запиливает технику, а ритм – это тот, который хотя бы ровно может играть. Дрэнь-дрэнь-дрэнь-дрэнь-дрэнь-дрэнь-дрэнь. Ну, хоть на Твиче пригодились 9 лет музыкальной школы. Как выбрать соло-гитару, блядь, инструкцию. Вот это круто, кстати. Мне кажется, будет пользоваться очень большой популярностью. Так. Он – Ичсайль. Вау! Так. Соло-гитара красная, оформить стрелы и все остальное, ритм. Так, теперь тут херобору надо. Спрашивай, где наш пипитер. Вот там, доставай. G, F. H. H. Вот эти вот вертолеты. Держи. Держи. И звезда Давида. Не похожа. Это самый скорой помощи, по-моему, в Америке, что ли. Но… О-оу. Они все в порядке. Но я лошадь. Кто будет играть на нем шикарную музыку? Всем привет. Я думаю, оба. Катя будет играть. Мне оставляешь удовольствие мучиться с одной октавой. Почему мучиться? Сейчас рабочее время кончится, я домой так и не услышу в каверы. Бедный. Приходит студент на экзамен по сальфеджио, садится к рояле, отворачивается. Преподаватель нажимает клавишу, студент оборачивается, показывает пальцем на преподавателя и говорит «Ты нажал!» Чего? Ну хрен знает. Да? Ну хрен знает. А как это надо? А-а-а-а. А-а-а-а. О боже. Это все настолько серьезно? Да, это все настолько серьезно, Катя. Думаю, что? На, у тебя ногти. Какие мы выдавливаем? С какой стороны? Жду хор Викторов. Вот эти? Не могу понять, чьи. Не могу глазам поверить я, что со мной. Вот эти вот, вот эти вот, видишь? Давай, ладно. Вот. Все, забудь. Ничего не было. Забудь его забыть. О господи. Ты знаешь, сколько еще таких обклеивать? Два, три, ноль. Ты думал, что это пианино. Петр, приглашай ребят-животных чаще на стрим. Слушай, я правильно понимаю, что... Я с удовольствием, да. Мы просто напридумывали себе тут марафонов. Он между или не между? Можно как бы увеличить, пожалуйста? Можно. Офигаси. Он между? Да, мы закрываем вот эти вот манды, как бы. Вот эти. Это тоже какой-то музыкальный. Реально в манды? В манды, в манды. Да, да, да. Офигеть. Дави. Их. Родная. Сколько? Шесть. Гражданский обороны бунь-сень пить? Ты любишь, да? Обожаю. Может, сектор газа лучше? Надо мне тогда сейчас песни вывышать. По-быстрому. А я тебе напою. Понятно. Над российской стороной солнышко встает. Над российской стороной... Солнышко встает. Солнышко встает. Ну, это то же самое, да, херстайл, как Дед Мороз, жопа именем покрылась, херстайл, как Дед Мороз. Господи, мой диплом сейчас стоит и плачет дома. Тебе говори. Все вроде бы, да? Мразишь. Да, вроде бы, да. Эту херь надо выдавить тоже. Дырочки. Мне нравится, как ты последнюю красивую наклеил. Я креативно наклеил, не приставай. Катя, начинай, было хорошо. Любимая кассета была, вот и такой вырос, да, хорошо, правильно. Опа! Пошла жара. Оба, оба, раз. Ты смотри, че. Как ведет себя. Так. Опа! Какая вторая? Треть на третью, да, он вставит? Вот так. Далее. Чпунь. Это обязательно сыграем тоже. Я не пойму, как она называется. Оба! У меня она ассоциируется с баром «Голубая устрица», у меня папа всегда на это обижается. Он говорит, что такая замечательная песня, испортили таким вот, типа... Сраным фильмом. Детский мод, дерьмо. Волон, в «Полицейской академии» мне не нравится. Да, и мне тоже нравится. Слушай, что-то я тут не так сделал. Что-то здесь все гораздо ровнее, чем у меня. Здесь прям идеальная, например, форма, а я какую-то херь сотворил. Во! Да? Во, да, идеальная форма. Ну, я не знаю. Ну, допустим. Хорошо. Если ты так говоришь... Мне кажется, да. Ну, хорошо. Все хорошо. Ну, да. Похоже на прав... Уродская, конечно, да? Ух ты, смотри, раз, и не разваливается. Давай дальше. Раз, два, три. Раз, два. Это не выдавили. Безответственно. Были два любимых сборника пародии от «Красной плесени». Не, ну «Красная плесень» — это уже такое, пост как бы, пост-ирония. А Юра хой великий, великий. Я тут недавно послушал песню «Патриота», мне прям так стало грустно, потому что ничего не изменилось. Он там поет про то, что, значит, нахер нам видоки, мы на баяне поиграем лучше. И что советские ракеты всех буржуев там взорвут и прочее. И, ну, типа, риторика современного российского, значит, ну, назовем это обывателем, она не изменилась вообще. То есть она ненадолго поменялась, а потом раз и вернулась в прежний русло. Ну, а все, все же циклично, все все равно рано или поздно возвращается на круги свои. Опа, это мудро, Катя, ты мудро, не ожидал от тебя сейчас. This is deep. Все, походу, вот так. Смотри, болт собрал, не интересуешься. Ну и правильно. Интересно, для чего он, кстати? Для того, чтобы вот сюда вставлять. И на нем вот эти инфракрасные штуки. Они на что-то дохера влияют. Может быть, типа звук? Типа, это коты, да. Два, это пианино, три, это дед сраный. А, еще и дед есть. Еще и дед есть. Все. Чпок. Прикол. Прикол вообще на приколе, я тебе говорю. Все красиво, все красиво. Ну что ж, приступаем. К номеру два. К номеру два. А лист у тебя? А, окей. Еще все даже погнуло, согнуло. То есть ты мне еще все наклеила, было бы совсем хорошо. То есть тыкнул пальчиком, какие наклейки брать? Я бы начала хотя бы на третью наклеивать. Они стопудов там тоже есть. Бе, 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 подожди. Это два, да? Да. Может быть тут на другой уровень, здесь две, а здесь... Ооо, чувствуешь? Нормально. А у остальных, видимо, будут широкие уже полосы. Угу. Ну что ж. В этой трансляции не хватает какой-нибудь шкодливого ребенка. И вы вместо шкодливых детей сегодня в комментариях. Норм. А в отверстии по центру можно будет вставлять образцы wave-форм для синтезатора, типа soul или square. Да. Прикол. Нет, это вообще... Ты, конечно, не ожидаешь всего этого, конечно, от картонных прибудет. Ой, блин. Стрим называется ибанино с пианиной. Ибанино. Так, ну что, остальные давай тоже. А, ну мы, правда, не знаем, да? Ну да. Тут, наверное, будет три. Или одна широкая. Тут, наверное, широкая будет. Вот, на широкую. А что тебя понесло немецкий-то учить? Вот что я хотел спросить. Не знаю, просто стало интересно, выучу ли я немецкий. Такая мотивация. Ничего так, да? Почему нет? Язык клевый. Ну, мне показалось... Дочь шпраха, швера шпраха. Я решила, что все-таки лучше для начала довести английский до какого-то уже финиша, а потом уже учить что-то новое. Ты же понимаешь, что английский, ну, как любой язык, невозможно довести? Понятное дело, я даже русский не особо хорошо знаю. Ну, я имею в виду, что язык просто динамическая система, и ты, ну, пока ты его учишь, он уже сто раз поменялся. Так, в чем-то. Но немецкий действительно сложный. Мы с немцами постоянно спорили с этими, с школьниками, что сложнее, русский или немецкий, и мы доказываем, что, сука, русский сложнее. А они такие, да не, немецкий сложнее. Мы такие, да? Скажи что-нибудь по-русски. Вот я, сука, с тобой на немецком разговариваю, видишь, не пизди. Утер нос. Я English учил в Китае, результату, как ни странно, доволен. А я в Китае пыталась учить китайский, но я выучила только ругательство на китайском. Давай. What's up? Это что? Пошел нахуй. Дальше. Слушай, мне кажется, это все, что нужно узнать. What's up? What's up. Ватслов практически. Практически what's up. Практически what's up, да. Ну, то есть, можно нарваться. Да. Ты подходишь такой, what's up, nigga? А у них это, это nigga. А, да. А, what's up, это типа, иди нахуй. Ну, что-то типа того. Так, а где вот цветочек? Вот, согнут уже. Especially for you. Superb. Китайцы, наверное, угорали с той рекламой пива. Наверное, да. What's up! Бодяга. Благодарю вас. Не за что. Фу. Так, вот так. Давай, юди, вся красота. Вышло. И вошло. И замечательно. Замечательно. Так... Я знала, что ватсап пошел нахуй мессенджер. Петя, а робота лабо... А, робота лабо вы с Каныгином будете собирать? Нет. У нас его нет. У нас есть только Variety Kit, в котором есть пианино. Ну, и, в общем, вы знаете. Пианино, руль, домик, удочка и вот эти роботы маленькие. Вот. А робот-кит вот этот вот с рюкзаком. Мне, честно говоря, как-то впадло даже. Если я смотрю на это, я не хочу вот это играть и... Да. Ты моя хорошая, а? Волшебница. Все готово. Все для вас. Во. Да, здесь широкая. А, самая широкая? Нет, я думаю, ну, лебует самая широкая, видишь? Окей. Короче, к завтрашнему концерту Solar Day инструмент будет готов. А я в Беларуси учил русский, результатом доволен. Твою мать, я из-за тебя наклеил криво. Бульбаш, блядь. Кстати, объясните мне, белорусы, уважаемые, почему у вас проблема какая-то с баклажанами? Сколько езжу в Беларуси, каждый раз пытаюсь купить баклажан, их там нет. А зачем тебе баклажаны там покупать? На мангале жарить, знаешь, как вкусно. Что, больше негде купить баклажан, чтобы на мангале пожарить? Тут надо в Беларусь за ними ехать. А в Беларуси, когда живешь пять дней и хочешь пожарить... Прям пять дней без баклажанов не могу! Почти не могу! Когда пять дней не ел баклажаны! Это картинка, баклажаны! Уже пятый день баклажанов нет! Синенькие! Где мои синикие, сука? Что там я своей картохой уже заморились, суки чертовы? Знаешь, меня сейчас забавили. На улицу выходишь, знаешь, а там машина из-за угла вот эта, с ковшом выезжает, для того, чтобы людей сгребать. И все, понеслась. Ахахахаха! Ахахаха! Ахахаха! Кичай! И они жили! Ахахаха! Может там баклажаны просто запрещены батькой, например. Батька баклажаны не любит. Ну, потому что там же что-то содержится, там никотин и еще что-то в этих баклажанах. Там же куча всего. О баклажанах? Да. Никотин? А баклажаны, кстати, это не посленовые тоже? Нихуя-то баклажан. Ахахахаха! Ахахахаха! Ну ты в натуре кабан! Ахахахах! Посленовые, вы знаете, такие асурые семейства посленовых. Кто вам сказал, где я русским языком напишу? Я не могу выращивать даже синенькие у себя на участке. Ахахахахах! Ахахахаха! Почему? Почему мои баклажаны находятся здесь? Вы расскажите. Просто начнем с вас! Ахахахахах! Ахахахахах! Петя, это дает тему это, понесет тебе! Ахахахахахаха! Я все вообще сделаю, да, правда! Ахахахахахахахахаха! отработаю на 100 из 10 ваши синенькие какие-то неправильные они просто покажет не синий ты прям так любишь баклажины нет когда есть мангал чеснок помидорчики понимаешь топ баклажан все есть но вот что тут не то да давай нашим благодарю все согнуто все согнуто ну-то 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 и главное что ну типа вот без нее она разваливается эта штука держит то есть значит и так на шнуки ты гоняешь обычная беларусь понятно 700 километров до шашлыков полных у меня очень люблю ты знаешь у нас тут измайловский парк недалеко может не надо так далеко нет не понимаешь там дом с камином печь все рядом я понял тебя там хахаль ждет белорусский батька у меня русский батька сын лукашенко что вот это интересно какой нахер виктор зуев заголовки тут вообще аппетиты не те понимаете и синенькие подавали в стране где они запрещены картоновый мир победил картоновый в парках нельзя жарить баклажан точно отелок можно парадокс просто не не сможешь сериал это тоже из одного русского сериала чтобы никто вдруг не подумал что я неважно ешь кабачки совет тебе от бывалого это что же самое салатом не сделаешь с кабачками может ну и эту музыку заниматься ввозом баклажанов в беларусь нормальная тема все следующий опа что тоже что-то другое это тоже сайфливой from the google dg и и в коробку на выбрать они пустые да нет они не пустые и г тоже не пустая там перфокарта и здесь тоже перфокарта да и там перфокарта ну короче береги у сердца храним потом нюхать будем всем чатам да беларусь синеньких много особенно перед закрытием магазина тут увидим только так они появляются маленький да ай но смотрите все больше не осталось осталось только вот несколько маленьких на этом все я машину свою разбирал собирал три раза каждый раз остаются лишние детали странно это все согласен странновато особенно говорят классно когда разбираешь карбюраторы остаются лишние детали вот это просто провал а если он работает да если при этом еще едешь куда-то на ходу синеньких поел и давай карбюратор разбирать на ходу во всех машинах которые мимо проезжают тоже вот у вас все такие музыкальные виктор музыканит на чем-нибудь конечно на чем сейчас я должен сосредоточиться виктор музыканит на мне кажется сейчас опасно в принципе но может что-нибудь не то сказать про виктора что-нибудь не то подумать на чем музыканит на как ты думаешь он пишет на угадай ну нет идиот какой-то пишет там тоже а ты все читаешь поинтереснее нельзя было шучку можно на губной гармошками прикинь вот на самом деле петь и очень войти виктору очень подойдет губная гармошка я думаю мажорная ну или праваху мажорная какой конкретно говорили ради мой мажор там что-то там же свойства губной гармошки удивительное в том что ты главно тональность подбери и если она в той же тональности в которой песня то там куда не дуешь и будет хорошо ну да вот поэтому к песене какой-нибудь а тональный трэш ну если это да виктор на гуслях играет кстати меня кстати да по-любому я как раз вы угадали гусли гусляр я однажды проходила кастинг в какой-то мюзикл очередной вот и там было надо было написать на каких инструментах я могу играть вот мне кажется из моей шутки потому что я написала что умею на гуслях меня не взяли а что за что за шутка это серьезный инструмент вот на ложках заебись играю ложки гусля треугольник виктор мультиинструменталист ну все реально все наклейки закончились да у меня все детали закончились такой мусор остался охренеть 6 из 6 все так давай нет джойкон готовим подготовили едем класс стал даже не вываливать вот тебе пипитер офигеть короче вот это херобуры чувствуешь звук тык тык был конечно у нас много чпоков было мы собрали все можем заканчивать я направляюсь микрофон сюда давай играть ну что ты готова да капитан все она взлетает могу на линейке об стол играть мусор это деды а почему они звучат минорные если я играю мажор ну что деды ну короче маткор какой-то уже так один попробую я не знаю вот это зачем нужно кому коричневая нота 2 2 и и и и помолимся да мы сыграли баха только что а вот это зачем нужно ох ничоси чувствуешь это модуляция модуляция блять ты можешь записать хуйню так и ноль кто же это у нас это у тебя вот эта штука Это в жопу надо засунуть. Это вот это играет, слушай. Чувствуешь технологию? Охренеть. Ну, короче, ты представляешь, насколько тонко вообще все? А звук-то она сдает по этому какой-то? Я не понимаю, что еще вибрирует. Охренеть, вот это круто. Понимаете, вот в этом весь прикол Нинтендо Лэйму, что ты... Так, Сектор Газ будет или нет? Давай. Что ты там приготовил? У тебя нотная тетрадь с собой? Что мы можем сыграть? Надо сначала найти гармонию Сектор Газа. Что ты там говорил? Какая песня? Песня. Не дать тебе, сука, мама, Охтавр! Ну, это очень смешно. Да. Так, Сектор Газа, песня, название? Гуляй, мужик. Гуляй, мужик. Как играть на гитаре? О, аккорды. АМДМ. Классик. Так звучит, да? Правильно? Не знаю, наверное. Можно котов поткнуть и тогда... Нет, они вообще без тональности. Да, это правда. А как она звучит? Давай, Надра, новую, Юстер, новую. Ну, такое, да, типа... А надо российское с тобой! Там вот так. Ну, блядь, что это Сектор Газа. Может, надо послушать для начала? Солнышко встаёт. Ой, блядь. Я с них не должен... Давай, Джаза. Я не знаю, что это. Это булькать, ребята. Над российской страной... Давай. Да нет, подожди. Давай послушаем, слуханём. У меня телефон не с собой. Это максимум, что я вам говорю из них. Альёт. Эй, клавиша вывлилась. Супер. Вот, смотри, гармония стандартная с припеве. Пропевай, что есть. Да, 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 молодец. Хватает клавиш? Или не очень? Всё есть! Нашу Русь пропили Ковынисты на корнё. Нет, это что-то я... Пей за всю хуйню! Хэй! Ну вот. Да, вот и поиграли. Чувствуешь? Прям вот я тебе говорила, не надо брать клавиши. Да. Я наставил, нет, возьми рояль. Вдруг что-нибудь получится. Слушай, давай запишем это. Давай, да. А потом сделаем можно и бас. Это уже записали, мне кажется. Фак. Припев, да, пишем? Вдожди, рекорд нажимаешь, да? Да, рекорд. Ну, давай. Припев, да, записываем? А потом соло сверху. Чё, блин, стой? Он ни хрена не записал, говно. Нет, подожди. О, надо держать, что ли? Не знаю. Попробуй. Подожди. А, вот это хватит. А, понятно. Ля, фа, до, соль. Ля, фа, до, соль. А вновь российской страной солнышко стоит. А российский мужик пеную шарит. Вливает на кого, с воинный завод. Там, на, на, пережить бы год. Так, записалась? Не знаю. Да, бля! Я не знаю. Это звучит издевательством. С днём рождения тебя, серьёзно. Да. День я, Юра Хой. С днём рождения тебя. Плюс уши пишет. Вот это хорошо. Нормал. Ну, короче, мне кажется, это лучшее, что вообще родила игровая индустрия. Это, конечно. Нинтендо Лаба. Мортал Комбат какой-то. О, бля, сейчас танцы. А её только... А её только держать надо, пусть по-другому. Наверное, мы что-то не так делаем. Это я знаю эту песню. Алло, гдаонс. Алло, гдаонс. Всё. Да. Готово. Сообщение удалено Юрием Хоем. Кармен. Человек-яйца. 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 Человек-человек-человек-человек-яйца. Человек-яйца. Ну, нормально. Я тебе даже бэк-вокал сделала. У нас неплохо получается, да. Ну, что, ребят, заказываем, что поём. Это опять какая-то русская песня Они тоже три сутки, когда ты роялем двигаешь Гироскоп, ёба Купи себе уже в Беларуси свитч Человек-яйца Почему они так мимо поют? Почему они не могут спеть просто ровно? У меня так же бас пел, почему из группы ушла Да-да-да, коричневая, вот она Завтра на концерт, приходи, много таких нотов слышишь Сука! Сука! Это зачем? Это ужасно Еще и кашляет Сука такая Мне кажется, это какое-то издевательство над людьми, которые хоть что-то слышат Ладно Это дед, надо подписать Третье, это дед Теперь дед Второе, это... Опа-да А, это хор Не, ну дело, согласись Какое? Выкидывай свое-то электропиано Меняю, меняю это Меняю это Вместе с этим Вместе с этим На твой рояль Нет Я что, дура? Причем только с дедом А остальное я удалю оттуда Там знаешь, там еще Зельда, Донкин Конг, Тропико Фриз там установлен И Скайрим там есть О, саундтрек Дарк Соулс Давай О, давай попробуем подержать Давай Готов? Это что за сантрек Дарк Соулс? Какой-то? Из какой части? Я так и не понял, это типа Это запись все-таки Да, она не работает Странное дерьмо Выше-выше верхние глаза, как на хоре сказали бы Здорово, мне больше всего вот это нравится Тема лунной бабочки Ты знала? Нет Кошек с этой кнопкой попробуйте Да, кстати, можно Человек-яйца Человек-яйца Кошки из зада просто Из зада, да Так, а ноль у нас что было в итоге? Дерьмо уже все попрыгну А, это вибрировало Странное дерьмо Да Ладно Что, все, наигралось? Да Ну, давайте Что-то грусть Приятной вам пятницы Бай-бай Не хворайте Спасибо, что были с нами Чтоб хер стояло, деньги были Вот смотри, сколько еще мусора Первый день лета, между прочим, сегодня А мы здесь сидим, а? На лавках надо пиво жрать с рыбой Вот ты правильно изначально сказал Что нужно сидеть на лавке Попасться ментам Вот хоть какое-то интересное Да, чтобы Я столкнулась с мусорами Вот, вот Тепла еще повылетали Спасибо вам, друзья Были очень рады вас видеть Какого хуя уже сыграйте Люди так долго ждали Прикинь, вот какой был он пятничный А что вы думаете? А что вы думаете? Что с топе? Что эй? А как же моя оборона? Да, зря ждал Надо было Учиться в оперном Все-таки везти с собой рояль Да? И мы бы с тобой сыграли, да Да Но мы же не для этого собирались Не для этого Ну вот и